Выступление Черниговской Татьяны Владимировны на тему «Искусственный интеллект. Благо или зло?» На форуме Технопром 2021 панельная дискуссия компетенции цифрового трансформатора МВК Новосибирск экспоцентр 27 августа 2021 года. Желаем вам приятного просмотра! Татьяна Владимировна, добрый день. Вам слово. Тема «Искусственный интеллект. Благо или зло?» Добрый день, коллеги. Мне очень жаль, что из-за этого мира, в который мы попали, я не с вами там. Я бы, конечно, прилетела, но сейчас уж как вышло, так вышло. И я вот какой комментарий хочу дать к тому, что мы сейчас обсуждаем. Вообще, мы, конечно, оказались сейчас в очень интересном мире. Я вот пока в локдаун был, и мы все сидели дома, и хотя и много работали, но все-таки было время и подумать. И вот когда ты думаешь, то что ты, собственно говоря, видишь? Ты видишь, что мы, особенно сейчас, когда прошло почти два года, мы видим, что мы фактически переехали на другую планету. И нам надо понять, как на этой планете жить. И это вовсе не, я не в шутку говорю, и это не красивые слова, а я уверена, что это так и есть. Я думаю, нам всем понятно, что обратно мир не вернется, что будут какие-то послабления, это ясно, но уже что есть, то есть. Мы будем жить примерно так, как сейчас. И это новый мир, он новый не только для детей и для студентов. Меня просили в том числе по образованию немножко сказать. Он новый для всех. Мы не понимаем, те, кто дают себе труд оторваться от гамбургеров и чупа-чупсов, и все-таки немножко подумать. Мы понимаем, что нам надо осознать вот в этом мире, который цифровым становится все больше и будет становиться все больше, каково наше место в нем. Человеческий мозг, которым я в частности и занимаюсь, это не компьютер. Это нам уже давно понятно. Об этом продолжают говорить, но это неправда. И если говорить о том, что это компьютер, то это точно не тот компьютер, к которым мы все привыкли. Уж тогда это квантовый компьютер, если так уж шутить. В любом случае, то, что мы сейчас преподавим в том числе и школьникам, и даже главным образом школьникам, а именно способность нажимать на кнопки в прямом и в виртуальном смысле, издавать разные тесты в ЕГЭ. Я не то чтобы особенная противница ЕГЭ, потому что у него есть и свои плюсы, но я про другое хочу сказать. Все, что сдается в тестах, и все, где нажимаются на клавиши, неважно виртуальные или реальные, искусственный интеллект сделает несопоставимо, более эффективно, чем мы. Все рутинные вещи, даже рутинные интеллектуальные вещи, он сделает лучше, чем мы. Встает вопрос, мы еще здесь планируем жить, на этой планете, и что мы, собственно говоря, будем делать. Вот мир, в котором мы оказались, и который все больше и больше себя показывает, вот именно с этой стороны, это то, что я вот несколько раз уже это слово употребляла, употреблю еще раз. Он не человекомерный. Люди не живут в микромирах, они не живут там, где живут пиксели, они не живут в таких размерностях и с такими скоростями. Больше всего удивляет в том мире, в который мы попали, именно скорости, потому что когда, сейчас кто только об этом действительно из каждого утюга не говорит, это что стрессы, что мир непредсказуем, что он переменчив очень, что непонятно, как в нем ориентироваться. Я вам хочу напомнить, что так было всегда. Так было и тогда, когда наши предки в саванне бродили, и у них уже не было клыков и когтей, не было и хвоста, и они были без шерсти, они были голые, вокруг было много всякого народу, других биологических видов, которые только и думали, как нас есть. Поэтому, что касается стрессов, переменчивости, такой непредсказуемости мира, это было всегда. Вот чего не было никогда, и это то, с чем мы сейчас столкнулись, это огромных скоростей. То, на что раньше у человечества уходили тысячи лет, потом сотни, потом десятки, потом годы, сейчас это недели, а может быть даже дни. С огромной скоростью мир меняется. И у нас, вот что действительно опасно, это я вам уже профессионально говорю, это то, что мы можем не успевать адаптироваться к этому. Мы не рассчитаны на такие огромные скорости. Мы также не рассчитаны на такую гигантскую сеть контактов, которая у каждого из нас есть. Посмотрите в свой телефон. Там сотни, если не тысячи номеров. Меж тем, известно, что, исходя из биологии, мы должны были бы иметь, ну, скажем, сто знакомых вообще, и штук 15 тех, с кем мы общаемся постоянно. То есть изменились вещи, которые наступают на наши биологические, так сказать, основы. Вот это первое. Второе, опасно второе, которую я вижу, стирается, а может быть даже уже почти стерлась, грань между реальным и виртуальным миром. Вот дети, ну, и не только дети, те, кто в компьютерных программах всяких, ну, типа игровых, я имею в виду, сидят, ведь они же, и это уже врачами отмечено, и вообще из жизни мы знаем, они теряют эту границу. Они не понимают, где реальный мир, где нет. Вот они там повыбивали, я не знаю, 30 человек в этой игре, а потом компьютер выключили, включили, а они опять все тут. А мир-то другой. Кроме того, вот такая жизнь в цифровом мире, она не развивает в человеке собственно человеческое. То есть глобальное метафорическое мышление, эмоциональный интеллект полностью рушится. Это мы просто видим. Люди не умеют общаться друг с другом, у молодых людей нет опыта флирта. Как они вообще, они детей заводить каким-то способом будут, кроме как в пробирках. Ну и так далее. То есть я к чему клоню? К тому, что если мы не обратим свое самое пристальное внимание и в собственной жизни, и в обучении следующих поколений, на такие сферы, как искусство, в самом широком смысле, это и музыка, и живопись, и, я не знаю, пластическое искусство, там, балет, это все, то это вовсе не будет следовать, что мы пообедали хорошо с помощью искусственного интеллекта, а от десерта отказались. Искусство – это не десерт. Это развитие наших человеческих свойств. Все остальное сделает искусственный интеллект, и повторяю, лучше, чем мы. Поэтому для того, чтобы ваше время так уж, это я на часы посмотрела, так уж не отнимать, потому что я понимаю, что жесткое время, много выступающих, мой призыв такой – опомниться, перестать играть в компетенции, перестать играть в то, что нужно людей обучить только тому, как платить за квартиру, не вставая со стула, и заказать себе пиццу, понимаете, а подумать о том, что за люди будут после нас. Этот наш биологический вид, я надеюсь, еще не заканчивает свое победное шествие по планете. Мы не только должны остановиться в этом страшном потреблении, когда, посмотрите, все вокруг горит, затоплено, этот вирус гуляет и будет гулять вечно, и будет модифицироваться. Если поколение, которое мы вырастем, будет состоять только из тех, которые имеют вот такие вот самые простые, даже если они интеллектуальные, но простые компетенции, у нас плохое будущее. Поэтому, ну, меня всегда все, в том числе друзья, ругают, говорят, ты алармистка, всех пугаешь, а что нет причин? Это не значит, что я все время сижу и горюю. Я совсем иначе живу, наоборот, полной жизнью. Но мы должны просто вот в эту паузу, которая сейчас, я надеюсь, к концу подходит, мы должны подумать о существенных вещах. Кто мы такие? Зачем мы на этой планете? Какие у нас цели? Каких мы детей, при этом под словом дети, я имею в виду и студентов. Мы кого хотим вырастить? Того, который ручку умеет крутить? Да к нам такой не нужен. Или того, который умеет думать? Думать, а думание не из таблицы логарифмов берется. Вот на этой пафосной ночи я желаю нам всем бодрости, ну, и физического здоровья, в том числе, потому что оно не утихает. Если вдруг есть какие-то вопросы или вы хотите, чтобы я еще что-то сказала, то я готова. Спасибо за внимание. Татьяна Владимировна, спасибо огромное. Вам также здоровье. Вопросы, конечно же, есть. Татьяна Владимировна, спасибо вам за короткий такой призыв думать человечеству. Я бы хотел у вас задать вопрос. Как вы считаете, вот, с момента того, как человек встал на две ноги, до сегодняшнего момента он думал? Ну, я сомневаюсь, что он сейчас перестал это делать. А то, что мы трансформируемся, изменяемся, это тоже факт. Вот, как вы считаете, какое ждет будущее человечества на ближайшие 150 лет? Ну, разумеется, он думал, но вопрос в том, о чем ты думаешь. Я имею в виду, одно дело, читать Шопенгауэра и Пьеркегура, и слушать сложную музыку, и читать сложные книги, и, ну, и так далее. И другое дело, думать о том, ну, в общем, понятно о чем. Поэтому думал-то думал, но как? Ну, мы сейчас видим, я очень аккуратно отношусь к таким исследованиям, но все-таки ко мне научные новости приезжают каждый день, там, просто я подписана на них, мировые. И уже есть работы, научные работы, которые говорят о очевидной, очевидном снижении интеллекта. Я повторяю, отношусь вообще к популяции, я отношусь к этому скептически, потому что они не проверяли интеллект у миллионов людей со всеми полагающимися учетами разных факторов, в какой культуре, как воспитывался там и так далее. Поэтому, это да, но что-то в этом есть и об этом все говорят. Понимаете, это вот поэтому, отвечая все-таки на ваш вопрос, как будет 150 лет? Если мы не загнемся в ближайшие 5-10, то тогда, вероятно, какая-то совсем другая картина будет. Понимаете, я думаю, что вот этот мир, в котором мы сейчас оказались, и который полностью безумный. Я в психиатрии много работала, я не врач, естественно, но работая в Академии наук, я на базе психиатрической больницы работала много лет, поэтому набралась, так сказать. Я вижу все признаки психических нарушений у человечества в целом. Возьмите учебник для медсестер и почитайте, и вы все увидите. Это есть. Мы можем не выдержать этого, понимаете? Причем не выдержать даже не потому, что мы сами себя взорвем, что тоже возможно. И не потому, что льды растают, и уж Петербург, упаси Господь, как и Венеция, просто под воду уйдет. Я не про это, а про то, что наша психика этого не выдержит. Вот я вам сейчас приведу пример. Вот эта девочка, о которой сейчас много говорят, которая в 8 лет поступила в МГУ. Но ведь специалисты в ужасе на самом деле от этого. То, что она все выучила, говорит, ну да, вот она все выучила. Ну и что? Она что, зрелый человек? Если вы видели интервью с ней, а я видела, она ерзает на этом стуле, она совершенно неадекватна, она не умеет общаться в мире. Что это? Дай ей Господь здоровья, но она сломается просто. Я вот про это говорю. Вот мы похожи на эту девочку сейчас. То есть мы все выучим, но крыша у нас не поедет, извините за жаргон. Вот я бы склонна была сказать, что да, поедет. А у тех, у кого, тех, кто читает Шопенгауэра и слушает Шнитке, понимаете, у них она в другом смысле поедет. Не на тему снижения интеллекта, а на тему этот мир так страшен, что я не могу в нем жить. То есть мы ждем депрессии, мы ждем маниакальных таких выплесков, с ужасом ждем. А я бы дополнил, это у Щедровицкого, по-моему, есть, что вот думать и мыслить, он противопоставляет, что думают-то все, но о чем? А мыслят единицы, да, и вот мыслят действия, вот эти вещи. Да, а мы при этом, мы не пытаемся им показать, что это интересное занятие. Понимаете, они воспринимают вот такие вот серьезные вещи, как какой-то, ну, груз, такой гирю очередную повесили там, читая этого там Льва Толстого, догоряя на огнем, понимаете, то есть мы им не показываем, в чем интерес, в чем прелесть. Вот Лотман, которого я очень люблю и имела счастье с ним много общаться в свое время, он говорил и писал даже, что искусство это возможность прожить другие жизни, понимаете, мы не можем, но вот какую жизнь живем, такую живем. это огромный опыт, другой опыт. Достоевский, как я уже миллион раз, в том числе и публично говорила, не писал детектив про то, кто старушку убил, понимаете, сестру Елизавету. Он про это не писал. И Лев Толстой не писал Анну Каренину на тему «Не изменяй мужу, не попадешь под паровоз». Понимаете, это про другое. Поэтому, если мы не покажем нашим подопечным, что это такое, почему литературу нужно читать, то, соответственно, и будет результат. Коллеги, еще вопрос. Добрый день. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Вот хотелось бы узнать, есть фраза расхожая, да, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вы знаете, наверное, мы живем в такое время, когда корпорации диктуют как раз нам, чтобы воспитывались именно те компетенции, о которых Вы говорили. Купить, продать, быстро что-то сделать. Как Вы думаете, сможет современное общество противостоять натиску корпораций, таким как Яндекс, Гугл, Сбербанк, чтобы вот эти компетенции, нужные им для рабочего такого формата, все-таки переросли в более качественные? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мой первый ответ был бы не сможет. Тем более, что после Сбербанка и прочего еще идут IBM, огромный список таких корпораций. Но мой более глубокий ответ будет вот какой. В том числе и этим корпорациям, и я знаю, например, поскольку общаюсь много, вот Сбер, им нужно, и они это делают, им нужно думать и о других вещах, об образовании, о культуре, о том, чтобы спонсировать науку, о том, чтобы их собственные сотрудники не были просто людьми с отверткой в руках, понимаете, которая крутит там, здесь купить, здесь продать, а здесь обмануть. Понимаете, серьезные компании думают о таких вещах, поэтому мой ответ более сложный, чем тот, который я бы дала. Все, что я говорила, и что, ну, все разумные люди говорят, это относится ко всем, это относится не только к обывателям. Между прочим, люди, которые работают в этих корпорациях, и те, которые руководят ими, не более, чем люди, они точно так же смертные, они тоже так же подвержены болезням, их планета, которая полностью спятила, может точно так же погубить своими вулканами и землетрясениями, и наводнениями, разве нет? И они должны вообще подумать, они не бессмертны, но я хочу сказать, что они и думают, но лучшие из них и думают тоже. Спасибо, Татьяна Владимировна. Еще вопросы есть, колей? Отпускаем, Татьяна Владимировна. Все, спасибо большое вам. Очень ценно, как всегда. Спасибо, если можно, я посижу, послушаю, если вы не возражаете. Мне интересно. Спасибо вам. Спасибо.